Вода. Человеческий организм на 55-65 и более процентов состоит из воды. В организме взрослого человека с массой тела 65 кг содержится в среднем 40 литров воды. Из них около 25 литров находится внутри клеток, а 15 в составе внеклеточных жидкостей организма. По мере старения человека количество воды в теле снижается еще больше. В сравнении в теле трехмесячного плода 95% воды. У новорожденного ребенка уже 70%, а у старика, естественно, еще меньше. Многие авторы считают одной из причин старения организма понижение способностей коллоидных веществ, особенно белков, связывать большое количество воды. Вода является основной средой, в которой протекают многочисленные химические реакции и физико-химические процессы, ассимиляция, диссимиляция, осмос, диффузия, транспорт и другое, лежащее в основе жизни. Организм строго регулирует содержание воды в каждом органе и каждой ткани. Постоянство внутренней среды организма, в том числе и определенное содержание воды, одно из главных условий нормальной жизнедеятельности. Вода, содержащаяся в организме, качественно отличается от обычной воды. Во-первых, это структурированная вода. С применением тончайших новых методов физического эксперимента обнаружился удивительный факт. Оказалось, что в теснейшем контакте с биологическими молекулами вода находится как бы в замерзшем состоянии, то есть имеется структура льда. Эти ледяные структуры воды являются матрицей жизни. Без них невозможна сама жизнь. Только их наличие дает возможность протекания важнейших для жизни биофизических и биохимических реакций. Например, проведение энергии от места ее нахождения до места потребления в организме. Живые молекулы организма вложены в ледяную решетку, как в идеально подходящий к ним футляр. Поэтому оводнение биомолекул и прочность удержания ими воды намного выше, когда вода, образующая с ним систему, имеет структуру льда. Обыкновенная вода представляет собой хаотическое скопление молекул. Такой футляр для биомолекул не подходит. Живые молекулы плохо располагаются между молекулами такой воды и поэтому удерживают ее плохо. На придание в воде структуры льда организм тратит свою энергию. Во-вторых, структурированная вода, особенно вода, содержащаяся в живых организмах, обладает диссимметрией. Любая диссимметрия, как и структура, источник свободной энергии. В-третьих, оказалось, что биологическая информация может транслироваться в водно-кристаллических структурах, то есть открылась память воды. Причем эта память настолько хорошо записана, что ее можно стереть лишь два, а то и три раза, прокипятив воду. Вода, отвечающая вышеперечисленным требованиям, в изобилии находится в фруктах и овощах, ну и, конечно, в свежевыжатых овощных и фруктовых соках. В овощах и плодах ее содержится от 70 до 60%, нерастворимые вещества составляют от 2 до 8%, растворимые 7-16%. Вода находится в плодах и овощах в свободном и связанном коллоидном состоянии. Свободная структурированная вода содержится в клеточном соке плодов и овощей. В ней растворены сахар, кислоты, минеральные соли и другие вещества. Она легко удаляется высушиванием. Плоды и овощи содержат свободной воды больше, чем связаны. Вода, находящаяся в прочной связи с различными веществами, связанная, не может быть отделена от них без изменения строения. Поэтому всасывается она постепенно по мере ее освобождения. Много воды содержат огурцы, салат, томаты, кабачки, капуста, тыква, зеленый лук, ревень, споржа, ну и, конечно, арбузы и дыни. Как правило, прием сочных плодов и овощей насыщает нас самой лучшей водой и нам вообще не хочется пить. Что касается воды в продуктах животного происхождения, особенно подвергшихся процессу термической обработки, то там ее весьма мало и никакой структуры не может быть речи. Потребляя термически обработанную животную пищу, колбасы, мясо всевозможных видов, сыры и так далее, мы тем самым обезвоживаем свой организм. Помните, сколько пищеварительных соков выделяется пищеварительная система за сутки? Около 8 литров. Вот почему после такой еды нам хочется пить. А значит, нарушать пищеварение и включать цепочку патологий, то есть развитие болезни. С куском мяса надо потреблять раз в 5 больше салата, свежих овощей имеется в виду. Кроме этого, много жидкости требуется организму на выведение ненужных азотистых продуктов от переваривания мяса. И опять хочется пить. Прекрасными характеристиками обладает талая вода. Но после того, как последний кусочек льда растает, через 5-10 минут она теряет свои целебные свойства. Потребление воды, находящейся в свежевыжатых соках, талой, противой, настоянной на кремнии и шунгите, оказывает целебное и молаживающее действие на организм. Именно такой водой лучше утолять жажду. Минеральные воды целебны не составом растворимых в ней веществ, а информацией, которую вода вобрала в себя, проходя сквозь толщу земли. Неорганические минеральные вещества, растворенные в воде, частично усваиваются организмом. Вот что написано в джучи о воде. Вода бывает дождевой, снежной, речной, родниковой, колодезной, минеральной и древесной. Предыдущие в этом ряду лучше последующих. Вода, падающая с неба, не имеет вкуса, но приятно. Насыщает, прохладно, легка, подобно эликсиру. Вода, которая падает со снежных гор, хороша и так холодна, что огонь ее с трудом нагревает, но когда застаиваются, от нее бывают черви и болезни сердца. Вода на чистой земле доступна солнцу и ветру, хороша. Вода из болота, вода с водорослями, с корнями и листьями, находящимися в тени деревьев. Солончаковая вода, в которой купаются животные, порождает все болезни. Холодная вода помогает при обмороках, похмелье, головокружении, рвоте, жажде, жаре тела, болезнях желчи и крови и отравлениях. Кипяток согревает, способствует пищеварению, подавляет икоту, удаляет слизь, вздутие живота отрыжку и свежую чхампу. Охлажденный кипяток, не возбуждая слизи, удаляет желчь, но через день он становится как яд и возбуждает все пороки. Наблюдательность наших предков поразительна, а главное, жизненно приложима. В условиях нормальной температуры и умеренных физических нагрузок, человеку достаточно той воды, которая имеется в салатах и фруктах. Если растительной пищи потребляется мало, то человек, как правило, испытывает жажду и пьет много воды. Это приносит несомненный вред, так как усиливается нагрузка на сердце почки и повышаются процессы распада белка в организме. Даже верблюд, находясь в пустыне, никогда не пьет воды впрок, а ровно столько, сколько было израсходовано. Если все-таки хочется пить, особенно в переходный период, то уталяйте жажду вышеуказанными жидкостями. В среднем на килограмм собственного веса тела рекомендуется пить 30-40 граммов воды. Чем человек моложе, тем больше ему требуется воды от 40 до 35 грамм. Старше меньше 20-30 грамм. Важно знать и следующее. Потребление продуктов с высоким содержанием солей натрия способствует задержке воды в организме. Соли калия и кальция наоборот выводят в воду. Отсюда рекомендуется ограничить потребление соли продуктов, содержащих натрий, особенно при заболеваниях сердца и почек, а потреблять продукты, богатые калием и кальцием. При обезвоживании организма, наоборот, следует увеличить дозу продуктов с натрием и уменьшать с калием и кальцием.